после видео об изучении основ компьютер сайенс я получил несколько просьб составить подробный путь изучения всего того о чем именно я там говорил на самом деле это последовательность в которой я излагал свои мысли в том видео имеет даже не скрытый смысл если бы вы просто нашли материала по каждому топику которым я там сказал и изучили бы все в той последовательности в которой были изложены те топики то вы бы уже прошли процентов 30 и перешли к оставшимся 70 но я все понимаю я даю себе отчет в том что большая часть аудитории это новички и новичку не так легко сориентироваться в этой пещере знаний угодим который на первый взгляд нет конца и края им то есть вам нужен некий гид который я представлю виде карты или последовательности действий ориентируясь по которой вы сможете изучить все то что вам нужно как подготовленному инженеру и кроме непосредственно технической информации я буду говорить о чем-то отвлеченным дабы сделать это видео не таким сухим и в общем и целом я надеюсь вам понравится итак компьютер сайенс и первым делом а что стоит обратить внимание в этом длительном путешествии это разбор самых фундаментальных вещей то есть дать себе ответ на вопрос что такое компьютер и что такое программирование в таком виде в котором оно дано процессе изучения этого вопроса вы столкнетесь рядом понятий изучив которые в вас появится хоть какая-то претензия на титул инженера условно эту главу можно трактовать по-разному и темы которые она может содержать можно также регулировать начните с самых базовых вещей например организацию железок или архитектура эвм то есть процессор память контроллеры и так далее разберитесь как вообще процессор способен понимать язык программирования что такое язык программирования вообще из этого будет вытекать ряд концепции например что такое компилятор интерпретатор уровни языков программирования парадигмы языков программирования некие базовые понятия языков программирования такие как ветвление циклы понятия переменные лямбда выражения рекурсия и так далее когда вы будете находиться в процессе изучения тех понятий из них будут вытекать все новые и новые существительные например система счисления различные виды данных различные типы кодирования этих данных и многое многое другое короче говоря вам нужно разобраться с тем что такое компьютеры как этот компьютер можно программировать помимо всего этого сюда также можно отнести основы баз данных то есть вы должны понимать концепцию баз данных какие виды баз данных бывают как там хранится информация и все что с этим связано сам я никогда не занимался базами на каком-то продвинутом уровне а лишь пользовался ими как очередным инструментом но несмотря на все это знание баз данных подразумевается в основах computer science говоря об изучении основах computer science или компьютерной науки нельзя просто закрыть глаза на математику то есть те школьные уроки которые большинству из нас преподавали люди совсем не заинтересованные в обучении своих учеников и из-за которых некоторые из нас терпеть не могут слова алгебра мат анализ геометрии так далее так или иначе является основой основ математика это по сути единственный тренажерный зал для нашего мозга вообще вы уже не замечаете некоторых простых моментов но благодаря математике вы вообще можете как-то абстрактно мыслить решать какие-то жизненные задачи принимать решение и так далее если вы с этим не согласны то скорее всего вы не знаете квадратный корень из 47 или на решение пример 14 умножить на 17 у вас уходит больше пяти секунд на моей скромной практике я сделал некоторые выводы люди которые знают математику добиваются в жизни больших успехов чем те кто ее не знают люди которые достигают например успеха в компьютерных играх чаще всего знают математику программисты которые работают над сложными штуками в 99 процентах случаев знают математику и этот разговор вообще можно продолжать пока не надоест краткий ответ тут таков что если вы учитесь в школе то сделать основной фокус именно на этом предмете ну а если вы нигде не учитесь и занимаетесь самостоятельно то есть отличные советские книги и различные сервисы которые помогут вам прокачаться и залатать те дыры которые залатать школе у вас не получилось если например вы думаете что вы не способны или не способны и математика вам никогда не давалась то это лишь ваши рамки мозг это не мышца и проводить параллель с тренажерным залом я не очень хочу но смысл тут на самом деле тот же чем больше вы занимаетесь вашим мозгом тем как бы просто это не звучало лучше ваш мозг и становится после того как вы будете понимать вообще саму идею программирования почему кроме денег и какого-то престижа вы здесь то можно будет переходить уже с каким-то более специфичным вещам например изучение сетей и вообще сетевого программирования я бы внес этот топик обязательную программу потому что сейчас 2017 год и все так или иначе работает через интернет то есть повсюду используются сетевые технологии сопоставление сетей с компьютер сайт сводится к изучению основ и тому как все это дело было придумано и как она до сих пор работает и здесь нужно начать с того что такое вообще интернет и как он работает во время этого вы узнаете о такой источности как модель tcp ip или и родители о сай это такие штуки которые позволяют компьютеру а общаться с компьютерами b c d и так далее неважно где все эти компьютеры находятся когда я говорю общаться я не имею ввиду просто передачу каких-то простых сигналов я подразумеваю ряд задач которые реализуются на разных уровнях этих моделей то есть скажем модель tcp ip делится на несколько уровней каждый из них отвечает за какое-то действие например какая информация будет доставлена точки а в точку б как она будет доставлена и более детальные моменты например как она будет приниматься парсится и тому подобное второй фундаментальный момент в его программировании это сокеты то есть модели протоколов это некий регламент сокеты это те сущности где этот регламент реализуется говоря простым языком сокеты это некие двери в ваш компьютер извне и через эту дверь вы передаете и получаете данные сокеты уже запрограммирована вашу операционную систему и вам просто нужно научиться ими пользоваться модели протоколов и сокеты это две базовых составляющих сетевого программирования которые тесно связаны разбор конкретных уровней протоколов это уже специфика например программистам веб нужно знать и понимать принцип работы http или протокола приложений программистам сетевой безопасности нужно разбираться в дополнительных уровнях протоколов например ssl или tls и так далее если мы пойдем дальше то разговор у нас зайдет в операционных системах и говоря о операционных системах нельзя дать какой-то однозначный совет или порядок шагов следуя которым вы станете гур в операционках для начала нужно разобраться что такое операционка и какие виды операционных систем вообще бывают как операционка работает с железом то есть представлять хотя бы процесс загрузки вашего компьютера заниматься детальным изучением устройства операционок это занятие не для каждого и заниматься этим я бы прикладывал тем кто пишет или хочет писать системный софт в понятии системный софт входят такие программы как антивирус или файловые менеджеры как например то есть тот софт который работает бок о бок с фундаментальными частями вашей оси в любом случае узнать основу того что такое операционная система и чем она отличается другого софта это знание которое поможет например найти вам работу с какими-то нетривиальными задачами если говорить конкретно каких-то осях то у каждой операционки есть какой-то интерфейс о котором вы можете думать как о каком-то рецепшене в крутом отеле для вам предложат различные услуги на которые этот отель способен чтобы сделать ваше там пребывание комфортнее ту же самую роль играет скажем вин 32 и 5 винде используя этот интерфейс ваших разработках вы привяжите вашу программу конкретной операционки в данном случае квинде но работать она будет лучше благодаря каким-то фишкам вашей операционки например создание нативных окон обновление экрана вот до вывода информации многого другого если провести параллель с виндой и скажем юникс бейс от операционных системах например у sx или ubuntu нужно отметить факт шелла это такая программка которая позволяет вам общаться с операционкой на ты но данных глава этого видео не о плюсах и минусах какой-то оси а а мотивации изучить эти плюсы и минусы если сейчас подвести какое-то резюме то если вы изучите основу то есть первый параграф это видео будете комфортно себя чувствовать в математике ознакомитесь с сетями операционными системами в любом порядке то дальше можете приходить каким-то практически применимым вещам это скажем выбор сферы деятельности языка программирования стиля программирования и уже прокачки самого себя как человека который знает и умеет писать хороший код на этой стадии стоит выбрать какой-то язык который используется вашей сфере изучить его синтаксис что не составит проблемы так как основу вы уже будете знать разобраться в том какая идея у этого языка и какая парадигма в него заложена покопаться его стандартной библиотеки и попробовать что-то написать обычно в книгах по языкам программирования говорят о его грамматике какому-то ряду методов и стандартной библиотеки но упускает момент с тем как же собственно писать хороший софт или вообще просто софт для того чтобы создавать какие-то расширяемые модульные хорошо спроектированные решение нужно знать некоторые основные концепции которые используются во всем хорошо написанном софте в этот перечень входит знание структур данных основных алгоритмов основных шаблонов проектирования здесь сильно помогает тот факт что вы определились со сферой потому что разный софт пишется и проектируется по-разному скажем мне не интересен веб и я не интересуюсь созданием веб приложений я не знаю их различных частей систем и подсистем этих частей как они связаны и так далее то же самое можно сказать про мобильную разработку про системное программирование про геймдев и многое другое все это кардинально разные задачи и подход соответственно разные лично меня например привлекает разработка игры различных сложных штук типа компиляторов я помимо всяких основных вещей то есть алгоритмов и структур интересуюсь какими-то архитектурными решениями идеями того как пишутся игры если говорить только об играх какие виды игры бывают их жанры как написание одной игр отличается от другой какие системы в себя включает одна игра исключает другая какие-то основные моменты того как вообще должна создаваться игра например создание окна разделение рендеринга игровой логики и то же самое время их взаимодействие или то как в играх работает мультиплеер и что это такое обработка импот аутпут и взаимодействие этих систем их оптимизации под конкретные условия и многое другое то есть то о чем я сказал кратко называется software инжиниринг один из самых важных моментов которые стоит включить в этот чарт это знание алгоритмов и структур данных знания которых я уже упомянул несколько раз если вы действительно хотите быть инженером то этот топик будет вашей обителью если скажем сетевое программирование операционные системы базы данных компьютерную графику можно знать на уровне концепции то алгоритмы структуры данных и вообще основу программирования должен знать как свои пять пальцев к этому топику вам стоит регулярно возвращаться переписывать все простейшие алгоритмы на бумагу и ваши любимые языки программирования вы должны пытаться понять почему этот алгоритм работает именно так а не иначе вы должны уметь высчитывать скорость работы вашей программы основываясь на синтетическом анализе и об этом анализе вы узнаете в процессе изучения самих алгоритмов и структур данных вообще основная идея программирование это манипуляция данными с помощью алгоритмов и на большинство часто встречающихся проблем уже найдено решение виде какой-то последовательности действий n над какой-то структурой m и ваша задача как начинающего инженера с этим совсем разобраться потому что кто знает возможно вы будете последовательным алана тюринга и однажды вам в голову придет новая идея того как должны производиться вытесления в современном понятии компьютера и возможно вы наконец дадите ответ на вопрос могут и действительно машины думать если же копать глубже то вы придете к таким темам как искусственный интеллект анализ данных компьютерная графика различные теории исчислений и так далее все это так или иначе применимо конкретным сферам или одним словом узко специализировано и соответственно я не могу сказать вам когда и что именно из этого вам стоит изучать а вообще общий совет который могу вам дать это непрерывное обучение старайтесь чему-то ежедневно учиться новым словам из близкого языка новым функциям и стандартной библиотеки вашего языка новым алгоритмом новым фишкам программирования и тому подобное спустя какое-то время вы начнете замечать разницу в себе прошлым и настоящим что будет вас мотивировать в те дни когда все прочие мотивы угаснут но я надеюсь вы испытали удовольствие во время просмотра если вам понравилось то ставьте лайки и подписывайтесь со временем на канале я буду разбирать все то о чем сказал в этом видео ну а пока с вами был виндертон и всем пока смотрите 1 а м Субтитры сделал DimaTorzok